Северодвинск Пиро, творога и диеты. С 17 июля в Северодвинске на ремонт закрывается молочная кухня. Кончилась страховка и попал в ДТП. Утром на опасном перекрестке столкнулись две иномарки. Горячая пора в учреждениях образования. Михаил Гмырин проверил, как идет ремонт зданий к первому сентября. Войнушка звездочки. Члены профсоюза сыграли в лазертак. Из 20 команд в полуфинал вышло 10. Кто попал на битву четырех, узнаем в рубрике «Спорт». Ремонтируют кровлю, фасады и обновляют вестибюли. Школа Северодвинска готовится к началу нового учебного года. Успевают ли в срок, сегодня проверил глава города Михаил Гмырин. К первому сентября готовятся не только юные северодвинцы, но и школы. В 24-й, например, обновляют вестибюль. Фасад, ремонтируют кровлю. К выбору цвета для фойе подошли серьезно. После окончания работ ученики вестибюль не узнают. Он будет ярким и светлым. Как убедился мэр Северодвинска Михаил Гмырин, на фасаде здания сегодня ведется поштабный ремонт. Мы обращали внимание на то, что вот эти все разрушения должны убираться. То есть, вот видите, все. Ну да, да. То есть, что должна выйти чистка до того момента, как будет твердый уже кирпич. Трога. Надо осуществлять контроль, чтобы у нас все это служило не один и не два года. Кроме стройнадзора, контроль ведут специалисты материально-технического отдела управления образования и руководства самой школы. Выполнено примерно 50% работ. В основном это работы уже по фасаду. Стоимость? Котловская фирма «Каскад» выиграла контракт стоимостью 1,8 млн. Осваиваем. Фасад ремонтируют еще на семи объектах. Самые масштабные работы пройдут в 12-й школе. Сегодня здесь укрепляют фасад снаружи и изнутри. Затем очередь за фундаментом. А в 17-м лице отремонтируют спортзал, оборудуют новый кабинет экономики. Уже заменили электрощитовую и теплощетчики. К началу учебного года все работы будут завершены. Я абсолютно уверен, что это будет так. И дети придут 1 сентября, увидят обновленные помещения. Вообще большинство наших школ готовится очень тщательно. Принимать готовность школ к 1 сентября межведомственная комиссия начнет с конца июля. Напомним, в этом году на летний ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений из городского бюджета выделено почти 179 миллионов рублей. 17 июля в Северодвинске закрывается молочная кухня. Не на совсем, а только на ремонт. Однако эта новость уже вызвала опасения среди активных потребителей кефира. Ведь на время ремонта они останутся без специальной молочной продукции. Будем очень сильно расстроены. Мы ходим, как нам выписали молочную кухню с 9 месяцев, ходим каждый день. Нам она очень помогает, очень вкусный кефирчик и творожок. У нас молочная кухня очень выручала, что с первым, с вторым ребенком частенько сюда ходили. Но сейчас, слава богу, уже не нуждаемся в этом. Но думаю, для многих, у кого маленькие дети, она необходима просто. А дате открытия кухни заранее сообщат на информационных стендах в детских поликлиниках города и на сайте детской больницы. Ее адрес вы видите на экране. В защиту старых чугунных ограждений на площади Ломоносова выступили общественники с просьбой демонтировать недавно установленные новые конструкции. Они обратились в администрацию Северодвинска. К какому решению пришли активисты и представители власти в нашем следующем сюжете? Нужно восстановить исторические фигурные ограждения, так считают активисты. Их взволновал демонтаж чугунных конструкций, составляющих архитектурный ансамбль улицы Ленина. На площади Ломоносова мы предлагаем вернуть старые чугунные ограждения, а леерные ограждения оцинкованного типа поставить со стороны проезжей части. Они будут зонированы еще кустарником, и поэтому не так будут заметны. Новые метровые заборы, оберегающие безопасность пешеходов, необходимы по ГОСТу. Однако в Северодвинске нет правил, определяющих выбор типа конструкции. Всего их 12. Работы по установке новых леерных ограждений на площади Ломоносова начались в конце июня. Здесь установлен вот такой седьмой тип. Общественники сетуют. Даже во дворах сотрудники ЖКХ устанавливают ограждения на свое усмотрение. Эти ограждения, причем в приоритете у них не жизнедеятельность пешеходов, а жизнедеятельность автомобилей. Поэтому ограждение ставится не со стороны проезжей части, а со стороны пешеходной части, зонируя пешеходную зону и газоны. Собственно, это и вызвало возмущение у жителей города. Город разделился на два лагеря. Первый выступает за сохранение исторического облика Северодвинска. Вторым больше нравится мысль о безопасности. Маленькие дети не выбегут на дорогу, да и газон больше не будет вытаптываться. Часто бывают ремонты на крыше, и люди ходят в обход. Понимаете, людям уже не обойти. Во-вторых, ну это история, понимаете. А вот эти ограждения, они больше похожи на какие-то кладбищи, кладбищенские. Это очень красиво, и причем действительно большая безопасность для таких вот малышей, как мой внук. Если красота, эстетика, то нам больше это нравится. Естественно, если бы это было более качественно, потому что я знаю, что очень много этих веерных ограждений, они ломаются. Мы, конечно же, будем прислушиваться в дальнейшем к мнению общественности города при установке подобных ограждений. Вопрос возник по площади Ломоносова. Посмотрим, что там можно действительно будет поправить. И в будущем я предложил даже, чтобы общественность участвовала при согласовании проектов подобных. По итогам встречи с общественниками Александр Усов, временно исполняющий обязанности заместителя мэра по городскому хозяйству, дал подчиненным распоряжение запланировать на следующий год средства на содержание старых чугунных ограждений. Также в будущем техзадания по установке новых ограждений будут согласовываться с управлением строительства и архитектуры города. Елена Стеканова, Станислав Крылов, Вестник Северодвинска. С июля придется платить больше по квитанциям. В Архангельской области Планово пересмотрели стоимость тарифов ЖКХ. Больше всего подорожала холодная вода, но есть и некоторые услуги, цена которых осталась неизменной. В среднем коммунальные услуги по Северодвинску возрастут на 4,7%. Больше всего подорожали холодная вода и услуги водоотведения – сразу на 8,8% и на 6,7%. Если брать в абсолюте, то холодная вода в кубометр подорожает на 2,44 рубля копейки и услуги водоотведения – кубометр подорожают на 1,84 рубля. Тепловая энергия, идущая на отопление, увеличится на 3%. Теперь одна гигакалория тепла населению города Корабелов будет обходиться почти в 1,270 рублей. Газоснабжение подорожает на 3,60 рубля за килограмм. Услуги электроснабжения будут обходиться Северодвинцам на 4% дороже, то есть на 18 копеек. Рост не коснулся тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов и на капремонт. Вместо бумажного больничного листа с этого месяца можно будет получить и электронный. Первыми испытывать новый проект начали медработники ЦМСЧ-58 и Центра имени Семашко. Каких удобств и проблем ждать от электронной версии в нашем следующем сюжете. С июля действуют оба формата больничного листа – бумажный и электронный. Какой бланк оформить при выпуске решать пациенту. А пока новую систему испытывают на себе медработники. В ЦМСЧ-58 уже выдали два электронных больничных. Начали именно по рекомендации Фонда социального страхования выдачу электронных лесков нетрудоспособности, только определенным узким специалистам и пока для медицинских работников, чтобы именно обкатать эту технологию. Электронный больничный можно получить только если у работодателей есть необходимое программное обеспечение и защищенные каналы связи для передачи информации. Пациенту будет выдана справка, где будет прописано фамилия, имя, отчество, номер леска нетрудоспособности, обязательно СНИЛС, поскольку работодатель будет видеть только СНИЛС застрахованного и подпись доктора. И с этим документом, с этой справкой он идет уже к своему работодателю и сдает его на оплату. По мнению специалистов, электронный больничный удобнее бумажного. Пациентам не придется ходить по кабинетам для получения листка. Он будет быстро выписываться прямо в кабинете врача. И потерять его невозможно. Кроме того, поделать больничный лист пациентам не удастся. Я ничего не слышала, но я считаю, что это будет все-таки удобнее, чем вот так вот бегать и оформлять. Все равно это время застрачивается какое-то. Электронный больничный, мне кажется, будет удобнее. На первом этапе, помимо северодвинских медучреждений, электронные больничные испытывают в поликлинике номер один в Архангельске, а также на Водвинской и Коряжемской городских больницах. Если проект покажет успешный результат, к концу года на всей территории Архангельской области будут действовать электронные больничные. Ксения Юдина, Анна Мелехина, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Россия продлила продовольственное эмбарго до следующего года. Оно касается тех стран, которые установили антироссийские санкции. Запрещен ввоз в нашу страну сельхозпродукции, а также сырья и продуктов, производителями которых являются компании США, страны Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, а также Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Таким образом, Москва ответила на аналогичные ограничения и санкции, введенные против России. Пока длится эта санкционная дуэль, мы поговорим о погоде. Встречайте Ольгу Матвееву. Выходные дни порадуют хорошей погодой. Будет тепло, солнечно и без осадков. О метеопрогнозах расскажу вам сразу после коротких анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Кончилась страховка и попал в ДТП утром. На опасном перекрестке столкнулись две иномарки. Войнушка-звездочки. Члены профсоюза сыграли в лазертак. Из 20 команд в полуфинал вышло 10. Кто попал на битву четырех? Узнаем в рубрике «Спорт». О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствую я, Ольга Матвеева, и наш спонсор – Медицинский центр «Здоровье». Медицинский центр «Здоровье» предлагает услуги по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров для частных лиц и организаций. Ждем работников общепита, образовательных и лечебных учреждений, сферы бытовых услуг, строительных компаний и предприятий по производству питания. Поможем вам оформить санаторно-курортные карты и медицинские справки для поступающих в учебные заведения. Участвуем в программе государственных закупок. Ждем вас по адресу проспект Морской, 53. 8 июля по данным сайта Архангельского гидромедцентра в Северодинске ночью ожидается 11 градусов тепла, днем плюс 17, переменная облачность без осадков, ветер северный до 5 метров в секунду, атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 756 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье 9 июля ночью 10 градусов тепла, днем плюс 17, переменная облачность без осадков. По народному календарю 8 июля день Петра и Февронии. На Руси было принято молиться этой паре святых о благополучии в семье и просить у них благословления на свадьбу. С этого дня ждали еще 40 жарких дней. А я напоминаю, что медицинский центр здоровья предлагает услуги по удалению новообразований кожи за несколько минут. Современное оборудование, щадящие процедуры, доступные цены. У меня все, я прощаюсь, а Вестник Северодинска продолжается. Вы смотрите итоговый выпуск Вестника Северодинска. Эфир продолжит обзор происшествий. Продолжение следует... Червы Дендребена и Навозные. Большой выбор сухой прикормки для ловли карпа, карася, леща и платвы. Магазин Рыбак на Южной 34 в Северодвинске и на Садовой 8 и окруженном шоссе 13 в Архангельске. Вискшин и скрежет металла были слышны сегодня утром на перекрестке Архангельское шоссе Юдина. Столкнулись две иномарки. За рулем Митсубиси была девушка. Она рассказала нам, ехала на работу, когда случилось неожиданное. На зеленый сигнал светофора поехала согласно правилам прямо и машина вывернула налево, не убедившись, что едет машина. В связи с этим у нас произошло столкновение. Подушки и ремень безопасности уберегли Северодвинку от травм. Водитель Ховара от комментариев на камеру отказался, но в личной беседе рассказал, старая страховка кончилась, а новую как раз ехал оформлять. В этой ситуации придется разобраться дорожным инспектором. Примечательно, накануне вечером на этом же перекрестке произошла похожая авария. В ДТП попали «Жигули» и «Ауди». Дым и шум от искрящейся проводки всполошили в воскресенье жителей проспекта Победы-48. В многоэтажном доме сразу на нескольких этажах загорелись электрощитовые. Пожарные помогли эвакуироваться 18 жителям. Лет 10 назад, вспоминает жильцы, в доме уже был подобный пожар. В этот раз огонь уничтожил электрощитовые с 5 по 12 этажи подъезда и 22 погонных метра электропровода. Полицейские просят помощи северодвинцев. Разыскивается Тропников Сергей Михайлович, который 27 июня этого года, находясь в СНТ «Северные зори», ушел в неизвестном направлении и пропал. Приметы на вид 45 лет, рост 177 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, короткие, лоб высокий, нос прямой широкий. Был одет в черную бейсболку, темно-синюю толстовку с капюшоном, голубые джинсы, черную шерстяную кофту, спереди с горизонтальными белыми широкими полосами, зеленую футболку, черные кожаные ботинки-берцы. Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого или видевших его, просьба позвонить по телефону 56 07 67 или 02. А сейчас подведем итоги культурных событий. Обзор подготовила Мария Воробьева. Спонсор рубрики «Строительный холдинг «Аквилон Инвест». «Аквилон Инвест» объявляет старт продаж жилого комплекса «Атмосфера». Звоните 46 50 54, код города 8 818 2. Спешите! «Холдинг «Аквилон Инвест»» объявляет старт продаж нового жилого комплекса на острове Ягры. ЖК «Атмосфера» — это разнообразие планировочных решений, большой двор с игровым комплексом для детей, закрытый двор без машин, экологичные гостевые парковки для владельцев авто, кирпич теплой керамика, планировки по концепции «Разумные метры», белая и чистовая отделка квартир, а также беспроцентная рассрочка до конца строительства с первым взносом всего 10%. Успейте купить квартиру выгодно. На старте продаж. Звоните 46 50 54. 46 50 54. Код города 8182. Здравствуйте! Ксения Петровна Гемб — женщина-легенда. Она прожила очень длинную жизнь, 103 года. Охватила два века, сделала открытия в различных областях знаний. Журналист и писатель Ольга Голубцова была лично знакома с ней. На основе собранных архивов Ольга Валентиновна написала документальную книгу «Затепли свечу». Документальная повесть «Затепли свечу» состоит из трех частей. Родом из Серебряного века, это личные воспоминания автора Аксении Петровне Гемб, с которой ее связывала многолетняя дружба. Тайна пожелтевшей папки, неизвестные ранее факты, история доносов и предательств. Канадская ветвь семьи Гемб, генеалогические открытия, причудливые ветви родового дерева семейства Гемб. Ксения Гемб — человек, посвятивший всю свою жизнь просветительству. Человек, открывший пенициллин на водорослях. Человек, спасший тысячи жизни блокадников. В годы войны Ксения Петровна Гемб попала в блокадный Ленинград. Каждый день она ходила на Нарвскую заставу, где сохранились запасы водорослей. И она там готовила живительную эту установку, и они сделали, собрали ее в течение нескольких недель. И производство водорослей, пищевых добавок в рацион блокадным ленинградцам было налажено. Она спасла сотни тысяч жизней именно своим этим трудом. В чем секрет долголетия Ксении Гемб и что обсуждалось на сборищах в ее доме? Об этом и многом другом читатели смогут узнать в книге «Затепли свечу». Тираж книги будет равняться количеству заказов на нее. Уже сейчас книгу можно купить на сайте интернет-магазина издательства «Лоция». Все еще разыскиваются гламурные четвероногие. Запись на конкурс красоты среди собак и кошек «Сами с усами» уже стартовала. Его особенность не важна ни порода, ни родословная. Главное – красота, грация и взаимоотношения с хозяином. Финал пройдет в день города 29 июля. Этот конкурс объединит усатых-полосатых уже во второй раз. Организаторы уверены – гламурными могут быть не только клейменные, но и беспородистые собаки и кошки. Они также любимые, они также красивые, они также приносят хорошее настроение. Это член семьи, поэтому мы их обойти никак не могли. Костюмы, прически своих любимцев, домашние задания, а также презентацию владельцы покажут в парке культуры и отдыха 29 июля. В этом году в образе должны быть и хозяева собак. Кстати, к участию допускаются не все. Собака должна быть провакцинирована, проглистогонена, не агрессивна и без хронических заболеваний. Не смогут поучаствовать и беременные животные. Владельцы остальных питомцев могут вступить в группу ВКонтакте. Ее адрес вы видите на экране. До 28 июля всем конкурсантам кошек и собак необходимо зарегистрироваться ВКонтакте, выложить фото своего питомца, заполнить анкету по адресу город Северодвинск, улица Ломоносова, 97, офис 1. Для кошек будет фотоконкурс. В этом году в ряды мяукающих братьев снова вступят и 20 подопечных приюта бездомных животных «Четыре лапы». Люди смогут посмотреть эти фотографии, прочитать их описание, а понравившееся животное забрать домой уже дипломированным. Приходите, поддержите нас. Самих кошек на финале не будет, только их фото. А вот гавкающие друзья ждут поддержки 29 июля в 14 часов. Похвастаться фантазией хозяина и своим характером сможет каждый пес. На сегодня у меня все. Хороших вам выходных. Не скучайте. Мебель для вашего дома в доме «Быт и Северное сияние» на Ломоносово, 75. В салоне «Диваны и кресла» вы найдете большой выбор диванов от демократичных до неподражаемых. Модели от мебели фабрики Андерсон. Салон корпусной мебели «Ля Ром». Модульный принцип коллекции мебели для спален, гостиных, прихожих и детских комнат. Фирменный салон «Оскона» – это легендарные ортопедические матрасы, кровати и диваны. Роскошная мебель по доступной цене в салоне «Интердизайн». Диваны, кровати, матрасы, подушки, корпусная мебель в одном месте. Ждем вас в доме «Быт и Северное сияние» по адресу Ломоносова, 75, второй этаж. Внимание! День семьи, любви и верности в Приморском парке. 8 июля в 11 часов там начнется фестиваль семей. На площадке Бродвей творчества можно будет научиться различным мастер-классам. На площадке Бьютифулл Стрит узнать о секретах красоты, о мужскому полу сменить прическу. Будет работать на фестивале и площадка «Ионит силиком». Горожан ждут подарки и игры с ростовой куклой. Оператор кабельного ТВ, интернет-провайдер приглашает селье полезно и интересно провести свой выходной. А теперь о том, как полезно и интересно провести предстоящие два дня. 8 июля в 10 утра в Приморском парке продолжатся тренировки на открытом воздухе в рамках проекта «Движение здорового лета». Часом позже там же откроется фестиваль молодых семей. Его посвятят Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Участники смогут пройтись по бульвару крепости семьи, площади спорта, проспекту любви, переулку знания, авеню развития, Бродвею творчества. В это же время активных и спортивных ждут в парке культуры и отдыха. Там начнется зарядка со звездой, бесплатная тренировка на свежем воздухе. Будет интересной в Краеведческом музее. 8 июля в 11 часов там проведут игровое занятие «Лесной лукошка», на котором расскажут о грибах Архангельской области. В воскресенье в рамках проекта «Летняя терраса» парк культуры ждет мальчишек и девчонок, а также их родителей, для участия в веселой анимационной программе, мастер-классах и конкурсах. А в 16 часов в парке начнется традиционная дискотека «Ягодка». На площади Победы с 14 до 16 часов пройдет спортивно-патриотический праздник. В программе выставки экспозиций «Оружие Победы» и «Награды Победы», интерактивная площадка сборка-разборка автомата, спортивные площадки «Гиревой спорт», стрельба из лука и фигурное вождение велосипеда. И о спорте. На лыжной базе «Фокс-Звездочка» прошел турнир по лазер-тагу среди членов профсоюза. Из 20 команд в полуфинал вышли 10. Кто одержал победу и сыграет в финальном поединке, смотрите прямо сейчас. Так в рассыпную бросились в атаку члены профсоюза «Звездочка». В «Войнушку» на этом поле играют 5 команд. Задача каждой – захватить базу противника. В руках оружие с инфракрасными излучателями, на голове – датчики поражения. У каждого игрока по 4 жизни и 210 патронов на самозащиту. Но чтобы одержать победу, этого мало. Нужно бегать быстро. Уметь бегать, уметь прятаться, уметь, что стрелять. Метко. Ну, качество сплоченности. Только единственное в команде. Из 20 команд в полуфинал вышло 10. 5 сыграли в этот день. В каждой должно быть не меньше трех девушек. Правда, в лазертаге от них требуется не обаяние, а меткость и смекалка. Алена Фокина играет за Россельхозбанк уже не в первый раз. У меня вот после первой игры очень сильно болят ноги до сих пор. Три дня прошло. Это вообще здорово. Даже лучше всяких спортзалов, качалок. Не то, что за компьютером дома сидеть. Просто рвите. Блин, это очень классно. И всем советую. По итогам этого боя Россельхозбанк уступил сопернику цеху номер 9. Это третий полуфинал игры в лазертаг среди команд профсоюза «Звездочки». Игроки все приходят разные, с разным настроением, с разным настроем, с разными эмоциями. Уходят все на одной волне, абсолютно все заряженные. Они дышат даже, можно сказать, в такт друг к другу. То есть они понимают уже, что хочет и как хочет их товарищ, партнер, собрать по оружию. То есть сплочение коллектива здесь колоссальное. По итогам этой игры в финал битвы четырех вышли команды девятого цеха и фрегат. Еще два сильнейших коллектива определят на игре в пятницу. Финал пройдет 9 июля. Мария Воробьева, Станислав Крылов. Вестник Северодвинска. На сегодня все. Материалы выпуска вы можете посмотреть и на сайте свойрегион.тв. Хороших вам выходных. До свидания.